Веками по земле эстонского народа разрушительными ураганами прокатывались войны. Каменистая, суровая земля обильно полита кровью павших на ней солдат разных народов и стран. Останки десятков тысяч солдат и офицеров покоятся на сотнях солдатских кладбищ и захоронений. Последняя, Вторая мировая война стала далеким, почти забытым событием, обросла мифами. По этим причинам возрастает запрос на правду. Правду о тех, кто на самом деле победил фашизм во Второй мировой войне и против кого боролись солдаты Красной армии. К счастью, есть немало людей, для которых сохранение памяти о тех горестных и героических событиях – дело чести. Субтитры создавал DimaTorzok Таллинский военно-исторический клуб «Фронтлайн» вовсе не кружок по интересам, где люди увлеченно обсуждают дела давно минувших лет. Я встретился со своим прошлым. Даже карта на стене в районе силами, в районе болот, там, где мы оборону держали, она напоминает о многом. Вот этот клуб сумел найти там и оружие, проржавевшее уже, и каски солдатские, и разные виды оружия. Это все память о войне. Меня, конечно, как участника войны, это очень большие переживания увиденного. Я думаю, что это сыграет свою роль и в воспитании молодежи. Образовали клуб в 2004 году Андрей Лазурин и его друзья-единомышленники. Это вот, в принципе, помещение, которое используется как музей. Мы хотим в будущем, чтобы можно было показывать на примере наших экспонатов для молодежи, также, может быть, для более старшего поколения, более наглядно показывать Вторую мировую, непосредственно Великую Отечественную войну. Воссоздавая эпизоды военных действий, фронтлайновцы руководствуются не только одними архивными документами. Когда реконструируются события Второй мировой войны, они обязательно опираются на воспоминания ветеранов Великой Отечественной. Арнольд Константинович, ну у нас вся команда в сборе. Пожалуйста, я в вашем распоряжении. В течение пяти лет Арнольд Константинович Мэри постоянно посещал наш клуб, где проходили встречи с ребятами, на которых Арнольд Константинович рассказывал о войне. В то же время обсуждал с ребятами насущные вопросы, то есть вопросы сегодняшнего дня. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Воспоминания непосредственных участников тех событий обязательно записывают и сохраняют. Один диск дарится фронтовику и его семье на память. Я в это время был в бомбе. За время работы клуба записаны бесценные воспоминания более 400 ветеранов войны. Эта благородная и очень нужная всем работа продолжается. Ездили по квартирам ветеранов, так как они не могли уже где-то куда-то прийти. И брали в них интервью о том, как они, где они призывались, как они начинали службу, где их война застала. И этот диск дарился каждому ветерану, для того, чтобы он сохранился, потом переходил детям, внукам, чтобы они имели память видеозаписи своего дедушку-отца. Чтобы чтили и помнили, что был такой прекрасный человек. В основном у нас как бы две эпохи. Это Первая мировая, ну в клубе была и есть сейчас, и Вторая мировая война. По Первой мировой войне тоже очень тяжеловато собраться, все заказывать приходится с Беларуси, потому что у нас такого уже не найдешь редкость. А во Второй мировой войне тоже по форме, одежды, предметы, быта, вот то же самое заказывается не в Эстонии, потому что у нас это очень все тяжело собрать. Особое внимание в клубе уделяют вопросам исторического соответствия обмундирования, наград, знаков отличия, оружия и военной техники своему историческому периоду. Привыкли видеть советскую каску классического образца 40-го года, это вот образца 36-го года, так называемая ханкинголка. Но каску, от которой со временем отказались, разрабатывал ее непосредственно товарищ Бульонный. Вот эти вот большие уши были предназначены для того, чтобы от удара шашкой шею прикрывать. Это дает уникальный шанс всем заново пережить тот или иной трагический эпизод Великой войны. Будь то Первая мировая, освободительная или Вторая мировая. Наступательная операция 1944 года. Эта операция проводилась с войсками 3-го Прибалтийского фронта. Была рассчитана на освобождение города Тарту и прорыв линии обороны противника. Первый фестиваль Валга начинался порядка участников, было около 50 человек. Сейчас участников выросло количество до 250 и выше, что на мой взгляд, конечно, является хорошим показателем для нашей страны, потому что в нашей республике движение реконструкторское началось позже, нежели в других странах бывшего Советского Союза и Европы в частности. И зрителей становится все больше и больше. Приезжают из Талина, приезжают из Риги, приезжают из Тарту, из многих российских городов, в которые поблизости люди просто приезжают не участвовать, а посмотреть. Много участников собирается. Практически со всего Советского Союза, страны СНГ нынешних. Из Европы, из Восточной Европы приезжают ребята. Он даже недавно познакомился с ребятами из Болгарии, из Израиля были клубы. Это лишний раз позволяет нам встречаться, общаться с людьми из разных стран, объединенных одним увлечением. Это очень интересно, действительно. Поначалу регулярные исторические реконструкции проводились в городе Валга. В последние же годы сражения громыхают и на Сарема. Здесь вот, где мы сейчас находимся, Оресары, сюда высаживался десант. Так вот, бои были, во-первых, сначала за дамбу, по которой войска могли переходить на Сарема. Потом был сделан такой обходной маневр. Не стали связываться с боем, боем с немцами. Они хотели выйти быстрее на Сырве, чтобы отрезать немцев и взять как бы в котел. И здесь таких боев немного было. А вот на самом полуострове Сырве, там бои были очень жестокие. Во-первых, там у немцев было четыре линии обороны. Причем они их очень здорово укрепили до 1944 года. И бои шли буквально за каждый клочок земли. И вот сейчас даже вот поисковики до сих пор еще работают. На Сарема погибло свыше пяти тысяч при освобождении Сарема. Только лишь наши войска. Впервые был задействован на территории острова Сарема настоящий танк. Это танк Т-34-85, который в течение нескольких месяцев восстанавливался, приводился до ходового состояния. Как организатор схожу и скажу, что мероприятие далось очень тяжело, но при этом я считаю, что действительно прошло оно на уровне. И даже, может быть, можно сказать, что это одно из лучших мероприятий, которые мы проводили. По динамике боя, по территорию. Ответственное отношение к фактам истории, наличие собственной военной формы, оружия и техники сыграли важную роль для клуба. Клуб не раз приглашали принять участие в кино и телесъемках. Вот рядом в танке, а проходит, да чувствуется, конечно. Достаточно вспомнить фильмы «Прорыв», «Освобождение родной Эстонии», «До последнего патрона», «Георг». Ребята снимались и в художественных больших работах, таких как фильм «Георг», большой сериал «Исаев». Ребята принимали участие. Сейчас вместе мы работаем над двумя фильмами. Это по поводу лесных братьев. Делается большая художественно-документальная работа. Делается большая художественно-документальная работа. Фронтлайновцы всегда подчеркивали свою позицию держаться подальше от политики. Не заниматься какими-то там пиар-акциями, заработать себе какую-то популярность или славу. Нет, это должен быть в первую очередь неподдельный интерес к истории, уважение к тем людям, желание понять, как это было, чем люди в то время жили, о чем говорили, о чем думали. Также важно поддержать эту память, то есть не давать ей кануть просто в лету. Организация не политическая, потому что у нас люди разных взглядов, разных национальностей. У нас есть эстонцы и русские. У каждого своя правда. Мы стараемся все-таки этот момент понимать и уважать. Что у нас есть члены клуба, у которых родственники воевали по разные стороны окопов, по разные стороны реки Нарва. Вот. И поэтому здесь очень непросто, очень непросто попытаться понять для себя, что все-таки то время это было особое время. Так получилось, что на определенном этапе таллиннский военно-исторический клуб «Фронтлайн» раскололся на два лагеря. То есть мы максимально стараемся дистанцироваться от политики. Ну, действительно, от политики, наверное, никуда не денешься, потому что она на сегодняшний день присутствует в жизни любого, каждого человека. В первую очередь мы делаем акцент на истории. То есть несмотря на какие-то взгляды, несмотря в том числе, даже если говорить о нашей организации, у ребят есть разные взгляды, разные политические взгляды, люди разных национальностей, но нужно находить общий язык. Нужно находить общий язык, а общий язык для нас – это история. И мы именно изучаем историю, стараемся подходить к ней с нейтральной стороны, чтобы понять действительно, как было и что было на самом деле. Вспомним о тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в линдажах. Бился на ладоге, дрался на волхами, не отступал ни на шаг. Вечер перед боем – особый ритуал для реконструкторов. Друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось. Встречаются старые добрые друзья, происходят новые знакомства. А тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу, кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Погружение в те грозные события, стремление самому их пережить, вполне закономерно вызывает у реконструкторов еще большее уважение к воевавшим. Уважение к тем, кто выжил в этом аду. И особо к тем, кто погиб и не вернулся с войны. «Фронтлайн» для меня стал буквально домом. Они творят историю так, которая была, настоящая история. Тесно сотрудничает клуб с Ниной Ивановной Павловой, председателем благотворительного фонда имени Владимира Исаевича Метелицы. Мы всегда с ними в связи и встречаемся, и работаем. И ветеранам войны они оказывают большую помощь. А сами по себе они вообще много делают. Их реконструкции, участие в реконструкциях – это не просто так. Это надо организовать, это надо сделать. Это дальше захоронение останков. Это особая миссия у них. Им только можно сказать спасибо за их работу. Сегодня Нина Ивановна – председатель правления Таллинского общества, участников Второй мировой войны. Конечно, он остается в памяти, он остается в душе. Не только у меня, и у вас, у всех. Не будет нас некому будет рассказывать. Вы очень скромные люди. Вы о себе молчите. Но мы обязаны о вас сказать только все хорошее и сказать вам большое спасибо, что вы у нас есть, и что вы будете продолжать нашу работу. С Ниной Ивановной фронтлайновцы работают по таким направлениям, как запись, воспоминания участников Великой Отечественной войны, гуманитарная и медицинская помощь ветеранам, организация вручения наград ветеранам на дому, посещение вместе с ветеранами мест боевых боевых. От нашего клуба мы хотели вам подарить. А что это такое? Это 9-проигрыватель, то, о чем мы говорили. Ой, спасибо! Хочется, чтобы эта память сохранилась дальше для моих детей, чтобы они тоже знали часть своей истории, то, что они проживают здесь, на территории Эстонии. Клуб «Фронтлайн» давно сотрудничает с Талинским союзом ветеранов Афганистана. Боевое братство. Существование таких организаций весьма печальное. Это результаты, последствия войн. Мне бы очень хотелось, чтобы этих ребят не было такой работы. Но, к сожалению, жизнь другая, и им приходится заниматься этим. И очень хорошо, что у них есть желание этим заниматься, таким благородным делом. Как говорят, пока не похоронены, не найден последний солдат, война не закончена. Сейчас посмотрим, что здесь сюда после войны женщина приходила, цветы клала. И говорила, что здесь кто-то похоронен. Просто были такие, что просто воронки поднимали, и там непонятно, какое количество. В общем, очень сложно определить. Ну, примерно, больше 50, в общем. Ну, во-первых, помню, это было под Пылцама. Там 41-й год было. Видно, кто-то прошел, выкопали гранаты, не заметили, что там боец. А мы начали дальше окопать, там оказался боец. Но безымянный. Одним из важнейших направлений деятельности клуба его участники считают поиск павших воинов и их возможной идентификации. В клубе «Фронтлайн» – это святой долг каждого. Поисковые работы мы ведем при первой же возможности. То есть, как только весной сходит снег, в том числе, хотя бывает, что работаем и зимой, если позволяют условия, и до поздней осени, до выпадения снега. Безусловно, на территории Эстонии можно говорить, что основные бои были под Нарвой, район Синемяя, Нарва, и на островах Манзузского архипелага, остров Сарема. Поэтому из этих мест больше всего мы солдаты находим. Мне поступили сведения, что на Сарема найдено захоронение времен Второй мировой войны. И я пригласил их, чтобы они сделали раскоп. Они приехали, работали неделю, подняли 15 человек 41-го года. Причем, как говорили местные, и я потом узнавал, что их разбомбило на переходе, и все эти трупы были сброшены в одну воронку и засыпаны землей. Чем больше мы поднимем бойцов, тем больше сохраним ими, и захороним вот это самое главное. Опознать погибшего – большая удача. Ведь, к сожалению, часто личность павшего солдата остается неизвестной. И вот за эти два года 25 человек уже нашли, и одного из них даже опознали. Нашли только ложку, где была написана фамилия. И вот по этой фамилии нашли его родственников. Причем родственники считали его без вести пропавшим в 41-м году. Традиционным местом захоронения останков неопознанных советских солдат, найденных в основном на местах боев и погибших, оставшихся невостребованными родственниками, стал мемориальный участок на Мардусском кладбище. Место для захоронения найденных клубом солдат выделил бывший мэр города Марду – Георгий Васильевич Быстров. Мы отвели еще площадь для вот этого военного кладбища, увеличив ее в два с половиной раза. Так что проблем для захоронений нет. И территория впереди еще достаточно имеется. И если мы, сегодняшнее поколение, забудем о той цене, которую они отдали, за то, чтобы человечество могло все-таки знать, что коричневая чума не пройдет, то я думаю, каждый человек может отважиться на поступок, чтобы отдать последнюю дань тем людям, которые отдали свои жизни. И я отношу себя к этим людям. На кладбище уже полтора десятка лет в мае проходит церемония погребения вновь найденных останков воинов. Благодаря самотвежной работе поисковиков происходит захоронение останков погибших красноармейцев. Нет слов, чтобы выразить слова признательности за это. Мы в долгу перед тем поколением, пережившимся ужасы войны. И очень хорошо, что вот реально, не на словах, а на деле, предпринимается все, чтобы память об этом сохранилась и впредь. Совместными усилиями Эстонской Православной Церкви, Московского Патриархата, Мардусской Городской Управы и Гражданского Объединения Марду Мемори начат проект по созданию часовни памяти, павших во Второй мировой войне. И народная тропа, которая ведет к месту перезахоронения в Марду, не зарастет никогда. Сейчас идет сбор средств на возведение часовни. На территории Мардуского кладбища находится воинский мемориал, где захоронены останки бойцов Красной Армии, погибших во Второй мировой войне. И было решение приняться, скажем, народом мардуским построить часовню памяти на этом месте и сделать сбор средств. Останки опознанных солдат по возможности стараются передать для захоронения родственникам, в том числе из других стран. Хочется сказать огромное спасибо, в первую очередь, поисковым отрядам. Благодаря этим людям история моей семьи, история моей страны, история Эстонии, вот они вот так вот объединились и сохраняются сейчас. Бывают, когда погибших находят в танках, самолетах, у артиллерийских орудий. Бывают, что во время строительных работ неожиданно находят останки погибших воинов. Строители, работающие на улице, в фильтре по расширению дороги и сказали о том, что, значит, были найдены останки. Вот, обратились к нам за помощью по работам на этом месте. Мы посмотрели. И среди останков были найдены вещи, принадлежащие военнослужащим Красной Армии. Вот, после чего на место была вызвана полиция. Поиск родственников, погибших в Эстонии, процесс кропотливый и длительный, требует много времени. Клубу в этой работе помогает Анна Рахманова, которая организовала поиск родственников по всему миру. По военным поискам я помогаю военно-историческому клубу «Фронтлайн» по просьбе Андрея Геннадьевича Лазурина. Еще родственников погибших или ветеранов 11-й стрелковой дивизии Волгинской. Ну, тоже немало найдено. Благодаря ее работе возвращаются имена защитников Отечества. Становится меньше без вести пропавших солдат и офицеров. Воздаются должные почести погибшим бойцам. Дети, внуки и правнуки погибших солдат могут поклониться их могилам. Во многих странах чтут и поминают своих земляков, павших на земле Эстонии. Среди найденных вещей, которые удалось синдрифицировать как именно принадлежащие бойцам Красной Армии, это были найдены смертные медальоны. То есть это представляли из себя вот такая бакелитовая капсула. В этой бакелитовой капсуле был вот такой вот вкладыш. Был найден нарукавный шеврон ВВС РКК, Рабочий Казинок Красной Армии. Почему удалось установить, что это относилось к ВВС КБФ? То есть вот эта вот сшитая звезда, которая носилась на ласкании рукава. Также была найдена ложка фабрики Красный Выборжец. Это стандартная ложка, которую использовали военнослужащие Красной Армии. При проведении поисковых работ в районе поселка Сиргало на северо-востоке Эстонии поисковики военно-исторического клуба нашли останки, при которых находилась медаль за отвагу. Через Центральный архив Министерства обороны России было установлено, что этой медалью был награжден артиллерист Николай Федорович Сорокин, уроженец города Семипалатинска, Казахская ССР. Возвращены в Казахстан останки Красноармейца Сорокина и в прошлом году Красноармейца Нагайцева. Нагайцева, ну это уже как раз тот случай, когда я уже приступил к работе. То есть мы сопровождали груз до Санкт-Петербурга вместе с руководителем Андреем Лазуриным. Большую признанность хотел бы сказать военно-историческому объединению «Фронтлайн», которое выполняет бескорыстно эту работу. Помощь «Фронтлайна» в благоустройстве воинских захоронений не ограничивается Таллином и его окрестностями. Здесь на аэродроме в Раквере был аэродром, погибли при полетах. Но они участники войны. И в них было вот на их могилах вот такие, значит, скажем, надгробные дощежки и с портретами. Эти выгорели на солнце. Благодаря Андрею Лазуриным я его попросил, он нам оказал помощь. Значит, эти надгробные плиты были сделаны новые, привезли сюда и восстановили их. Также в местечке Моя, под Тапа, благодаря помощи клуба, на памятнике погибшим в авиакатастрофе летчикам, была установлена новая большая плита. Тапа в районе поселка Моя. Здесь была маленькая плитка, вот такая вот плиточка, вот, на жестких. А вот эту привез Андрей. И мы ее восстановили вместе с ним. Откликнувшись на просьбу ветеранской организации города Раквера, Андрей Лазурин с соратниками помог заменить обветшавшие и испорченные вандалами надгробия на могилах советских военных на местном кладбище. Все эти захоронения, значит, если посмотреть на надгробные плиты, большинство погибли в 45-м году, в 45-м же, и дальше в 46-й, 47-й, 48-й. Вот, это говорит о том, что они погибли от рук лесных братьев. Участвует клуб в совместных реконструкциях событий о борьбе вооруженных формирований, известных как «Лесные братья» против войск НКВД. Заметим, что во многих случаях, связанных с захоронениями, «Фронтлайн» неизменно сотрудничает с Русской Православной Церковью. Память о прежних событиях, о прежних людях для нас, для всех очень важна, потому что если мы потеряем о них память, то мы станем теми, которые, как вот есть выражение, не помнящие родства. Андрей Лазурин делает большое дело. Ведь что такое война? Это прежде всего результат греха человека. Здесь замешана всегда бывает высокая политика. Но вот чем виноваты те воины, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом? Очень важное и нужное дело. Те, кто помнят историю, у тех есть будущее. Такое есть крылатое выражение. И выражение очень правильное, потому что оно как раз говорит о памяти. Мы не должны забывать уроки истории, какими бы они страшными ни были. Памятные даты для «Фронтлайн» – еще один весомый повод отдать дань уважения участникам былых сражений. В годовщины освобождения городов Эстонии от фашистских захватчиков клуб выставляет почетные караулы, проводит различные тематические мероприятия, лекции и выставки, посвященные музеям Эстонии, изучающим военную тематику и военно-историческому движению в Эстонии в целом. «Фронтлайн» – полезная организация, поскольку я знаю, они начинали только с реконструкции, а теперь они занимаются также и поиском могил воинов Второй мировой войны. Заполняется ниша, которую кто-то должен был заполнить. Если бы ее не было, ее надо было бы создать. Клуб поддерживает деловые отношения с государственными и частными музеями Эстонии и эстонской армии. Музеи часто привлекают участников клуба для восстановления событий освободительной войны в Эстонии. Сегодня на территории музея района Хариума собрались военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, России и Украины. И зрителям был представлен эпизод одного из боев, который мог случиться во время освободительной войны на территории Эстонской республики. В клубе имеются комплекты военной формы, обуви, легального оружия разных периодов истории, разных войн и разных армий. Иногда при массовых съемках переодевают и вооружают всех желающих, даже детей. Они самые многочисленные зрители исторических военных реконструкций. На территории Эстонии находится более 400 индивидуальных и около 270 братских захоронений красноармейцев. Немалая их часть не имеет официального статуса. И, увы, надгробия приходят в запустение, разрушаются руками бессовестных вандалов, временем и непогодой. Я решил все с помощью фронтлайна здесь все убрать, чтобы не привлекать ветеранов войны к этим граблям. Клуб «Фронтлайн» со времени своего основания взял на себя обязанность ухаживать за могилами, приводить их в порядок, в случае необходимости делать ремонт. Памятников по Эстонии сотни, и нам приходится ездить тоже. И по всей Эстонии, я не могу сказать, что мы каждые выходные, к примеру, находимся на этом кладбище, помогаем смотрителю. Очень много мест, которые нужно приводить в порядок, за которыми надо ухаживать, и за всем не уследишь. И смотрителя здесь часто не бывает, и поэтому здесь и случаи вандализма на этом кладбище были. В последнее время фронтлайновцы стали уделять больше внимания и самой старой части кладбища Александра Невского. Надо искать. Поэтому вот эту могилу есть идея в порядок. Тем более 20-й год – это юбилейный событием восстания на Сенатской площади. На кладбище немало могил известных военных и примечательных памятников XIX века. Да, здесь, на кладбище Александра Невского, находится как раз могила генерал-майора якобы фон Насакина, дворянина, который был на Сенатской площади во время восстания декабристов, который оставился верен присяге, и за что лично император поблагодарил его на Сенатской площади, за что он был потом награжден, участвовал в русско-турецкой войне, в подавлении польского восстания. За боевые действия был награжден орденами Владимира 4-й степени, с бантом Анны 3-й степени, также с золотым оружием за храбрость. Не оставляют фронтлайновцы без внимания и воинские захоронения Первой мировой войны. Могила лейтенанта русско-императорского флота Георгия Павловича фон Унтербергера, погибшего 22 мая 1915 года на минном заградителе Енисей, который был торпедирован немецкой подводной лодкой. К сожалению, подоспевшая команда спасателей его спасти не смогла, то есть, когда подошли катера, уже непосредственно он погиб. Было принято решение похоронить его в Тарту, потому что здесь семейное участок кладбища фон Унтербергеров. Когда был найден памятник, памятник, к сожалению, выходился без креста, то есть крест был утрачен. И ныне обратились к известному меценату петербургскому врачам Исааковичу Погосяну с просьбой оказать помощь в восстановлении креста, что и было сделано. И благодаря его усердию вот этот крест сегодня был воздвигнут на свое место. Наше поколение максимально должно стараться и увековечить таких людей. К счастью, находятся люди, оказывающие клубу финансовую поддержку в их благородной миссии. Одним из таких меценатов является известный благотворитель из Санкт-Петербурга Грача Мисакович Погосян. На городском кладбище города Марду, именно на этом воинском мемориале, будут установлены плиты, которые были изготовлены благодаря Граче Мисаковичу Погосяну. Организуются бесплатные просмотры фильмов о Второй мировой войне. По памятным для ветеранов датам клуб старается организовать теплые задушевные чаепития. Мы хотим вас видеть здоровыми, мы хотим, чтобы вы нас постоянно все-таки радовали, на вас равняться. И мы до сих пор смотрим на вас и на вас равняемся. Основатель клуба Андрей Лазурин составил подробный каталог всех захоронений, который вошел в изданную книгу памяти. Ну, Фронтлайн. Фронтлайн – замечательная организация, которая занимается поисками русского следа в Эстонии. Насколько я понимаю, эстонцы к ним достаточно благосплонно относятся. Сами взять и делать, а не ждать, когда они сделают. В работе клуба участвуют люди самых разных профессий. Для некоторых из них увлечение историей со временем вышло за рамки задач клуба. Форма делается из силикуна специального. Делается форма, потом разрезается. Евгений Афанасьев и Андрей Мельников занялись моделированием на серьезном профессиональном уровне. Евгений делает фигурки солдат и офицеров с высокой степенью детализации. Андрей изготавливает изумительные по красоте модели гражданской и военной техники. И для себя я считаю очень интересным изучение истории, реконструкции. Ну и очень интересные ребята, с которыми я нашел общий язык. И для клуба остается время, и семья, и работа, в общем, все. Из других городов Таллинг. Таллинг. Вы истините, да, ребята? Нет, Таллинг. Поля изрытые стонали. Рыдал и охал небосвод. А мистер Шмидт продолжали. Над полем боя хоровод. Летом, конечно, легче. Легче движения делать все, нет такой амуниции плотной. Сегодня у фронтлайна заслуженная репутация. Деятельность клуба давно вышла за рамки клуба исторической реконструкции. Многогранная, кропотливая работа клуба по сохранению памяти павших и живых солдат вызывает уважение и в Эстонии, и далеко за ее пределами. Мы друг к другу обращаемся, друг к другу приезжаем в гости. Естественно, обсуждаем многие эпизоды боевые. И было мероприятие посвящено именно боям за независимость Эстонии. И ребята с фронтлайна, естественно, нас пригласили. Мы выступили совместно. Очень хорошее мероприятие. Многочисленные награды военно-исторического клуба «Фронтлайн» говорят об их работе. Клуб «Фронтлайн» в его деятельности оказывает помощь посольству России. В посольстве Российской Федерации в Эстонии участникам клуба была торжественно вручена медаль за отличие в поисковой деятельности. И очень хорошо, что занимаются такой работой, поскольку задача старшего поколения, чтобы память о тех событиях переходила к идущим нам на смену. И мы видим, что так и происходит. Поэтому мы особо благодарны вот этим молодым ребятам, которые делают очень большое дело. Высоко оценивает деятельность клуба посол Республики Беларусь. Исключительно важная деятельность. Она очень широка и многогранна. Она включает в себя не только поисковую работу, работу по увековечению, но и всю, по сути, гамму исторических реконструкций, которые, собственно, позволяют и визуально, позволяют и объемно, позволяют и масштабно представить себе события тех дней. В 41-м году моему отцу было один год. И папа все время вспоминал и говорил, «Сынок, я вырос без отца, я вырос без отца, что папа где-то рядом. Может быть, найдется, может быть, найдется». И как-то мне вот со школы хотелось этим заняться. Думали, будем ездить, смотреть памятники, искать пофамильно. Вот, оказывается, можно находить и возвращать дедов вот таким способом. Клуб «Фронтлайн» с момента своего образования тесно сотрудничает с военно-историческими клубами Латвии, Литвы, России, Белоруссии, Израиля. Израиля, значит, провозгласил 9 мая и объявил 9 мая официальным государственным праздником. Значит, мое личное мнение таково, что вопрос пересмотра истории, он может весьма и весьма негативно сказаться на будущем. Для меня, как для еврея, нацизм – это зло совершенно… То есть я даже оспаривать этот вопрос не могу. Клубы проводят совместные исторические реконструкции на местах былых больных. Между прочим, тогда, в 42-м году, это был самый модный легкий противотанковый пушк. Представители клубов военных историков регулярно участвуют в научно-исторических конференциях-диспутах. Фронтлайн за те 20 лет, которые вообще я занимаюсь, военной историей, за эти годы я познакомился с огромным количеством людей, которых, наверное, в обычной жизни я бы не встретил. Это потрясающе. Я побывал в огромном количестве стран, в которых, в принципе, думаю, никогда бы не побывал. Я узнал для себя очень много нового. Я счастлив, что в свое время меня отец воспитал и продолжает воспитывать, что он меня, в принципе, втянул, потому что это именно благодаря ему. У меня появился интерес к военной истории, у меня появился интерес к истории нашего Отечества. И вот именно благодаря ему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. И, конечно же, очень важно, чтобы наши семьи, наши родители, наши жены, дети, они нас поддерживали. Это очень важно. Все дальше от нас годы, опаленные огнем пожарищ и жестоких битв 40-х годов 20 века. Уходят в историю войны, кто своими беспримерными подвигами сумел выстоять и победить в самой величайшей трагедии 20 века. Пока будут такие последствия, как Андрея и его команды, я думаю, что все, что мы сумели сделать, защитить Родину и потом участвовать в восстановлении, она не пропадет даром. Это будет подхвачено эстафетой. И в этом большая заслуга одного из такого клуба военно-исторического фронтлайн. Сейчас, когда ведется ожесточенная борьба с памятью о Великой Победе, когда пытаются стереть из истории подвиг воинов Красной Армии и всего многонационального советского народа, наш нравственный долг – забота о живых свидетелях тех грозных событий, дань уважения павшим. Для нас они – якоря. Якоря, которые никогда не дадут унести нашу память о беспримерном героизме отцов и дедов в мутные воды постыдного забвения. У Бога все люди, небесные звезды. Памятью сердца к ним можно коснуться. Они уходят. Они уходят. Они уходят. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...